Рынок игр на ПК стремительно растет, появляется все больше сервисов, каждый из которых старается заманить в себе как можно более широкую аудиторию. В этом многообразии бывает непросто разобраться, поэтому я решил рассказать в этом видео об основных цифровых магазинах, где можно легально и безопасно покупать игры. Steam не просто крупнейший сервис игр на ПК, а целая социальная сеть для геймеров с магазином, библиотекой игр, списком друзей, чатом, пользовательскими отзывами, обсуждениями, трансляциями, руководствами, скриншотами, модами, торговой площадкой, достижениями, карточками и кастомизацией профилей. И это не считая менее заметных функций, вроде системы рекомендаций на основе машинного обучения, облачных сохранений, тесной интеграции с Linux, облегчающей запуск игр на этой операционной системе, нативной поддержкой геймпадов, удобного обновления игр и так далее. Впрочем, есть и у сервиса недостатки. Так, крайняя свобода политика Valve относительно публикации игр в Steam и почти полное отсутствие цензуры привели к наполнению низкокачественных подделок, часто собранных на бесплатных ассетах и балансирующих на грани фола. Это такие игры, как игры с немотивированной жестокостью и игр, созданных ради троллинга. Кроме того, некоторым пользователям не нравится неповоротливость Valve в плане развития магазина. Мол, компания слишком медленно внедряет новые фишки, редко добавляет интерфейсные изменения в клиент Steam и почти не реагирует на действия конкурентов. Что касается покупки видеоигр, то здесь сервис предлагает, пожалуй, самые комфортные условия для геймеров. В каталоге присутствует удобный поиск по жанрам, тегам, популярности и другим критериям. Разработчики могут устанавливать региональные цены, а сами цены указаны в самых разных валютах. Начиная от американского доллара и российского рубля и заканчивая американским песо и вьетнамским донгом. Поддерживаются и различные способы оплаты, включая банковские карты и внутренний кошелек Steam, который можно пополнить. Что мы имеем в итоге? Steam очень удобный функциональный сервис, который позволяет собирать огромную библиотеку игр. Тем не менее, не все тайтлы с ПК доступны в этом самом Steam. Многие популярные проекты являются эксклюзивами других сервисов. Сервис Origin был запущен компанией Electronic Arts в 2011 году. Издатель хотел собирать все сливки от издаваемых им игр единолично, не делясь прибылью с владельцами других сервисов. Не сказать, что эта новость была благосколно принята сообществом, привыкшим к фактической монополии сервиса от Valve. Но деваться геймерам, хотевшим поиграть в сервисы в выпуске Battlefield Mass Effect Dragon Age FIFA было некуда. Пришлось устанавливать еще один лаунчер. С тех пор Origin спокойно существует на рынке игр на ПК, не конкурируя со Steam. В магазине продаются игры, издаваемые Electronic Arts, а также проекты от других издателей. Что касается удобства клиента, то здесь есть социальные функции вроде списка друзей, чата, облачных сохранений и автообновлений игр. Но все равно это не дотягивает до социальных функций Steam. В конце 2022 года Electronic Arts заменила Origin на Electronic Arts App, новый лаунчер, который по словам компании более быстрый и легкий по сравнению с предыдущим приложением. Переход на Electronic Arts App прошел безболезненно для пользователей, а само приложение предоставляет широкий функционал, включая настройки профиля, возможность делать покупки в магазине и библиотеку игр. Впрочем, свою основную задачу продажу игр и обеспечение онлайн составляющей лаунчер Electronic Arts App выполняет. Оплатить покупки можно с помощью распространенных платежных систем, а для пользователей из разных частей мира действуют региональные цены. Кроме того, Electronic Arts регулярно проводит распродажи и бесплатные раздачи игр. Вернуть деньги за игру можно в течение 14 дней со дня покупки или 24 часов после первого запуска. Наконец, последняя отличительная особенность сервиса – наличие подписок EA Play и EA Play Pro. Они позволяют за определенную ежемесячную плату играть во все новинки Electronic Arts, а также в многочисленные игры из каталога Electronic Arts App. Выгода подписок в том, что ее годовая цена не превышает стоимости 2-3 хороших игр, но при этом она дает доступ к весьма внушительной библиотеке тайтлов, а часто еще и позволяет запускать новинки на несколько дней раньше официальной даты выхода. В 2020 году Electronic Arts перестали быть эксклюзивами Origin и постепенно перебрались сначала в Steam, а затем и в Apex Games. И если раньше новые FIFA Battlefield Network Speed можно было купить только в магазине Electronic Arts, то сейчас список сервисов, в котором они доступны, стал гораздо шире. Эта инициатива дала неплохой буст под забытым мультиплеерным играм Electronic Arts, например, шутер Titanfall 2, который буквально в момент выхода в Steam вылетел в топ и продаж. Впрочем, пользователям все равно приходится связывать аккаунты в сторонних магазинах с Electronic Arts App. Из-за санкций легально купить сейчас игры в Electronic Arts App из России невозможно. Сервис приостановил работу с российскими аккаунтами. GOG – магазин от польской компании CD Projekt, главной особенностью которого является отсутствие защиты авторских прав в выходящих в нем играх. То есть, одним из условий публикации игр в GOG является освобождение ее от каких-либо систем защиты. Кроме того, игры, которые покупают пользователи в магазине, по-настоящему принадлежат им. Дистрибутивы можно скачать и хранить на ПК. Их можно устанавливать без необходимости запускать клиент GOG. Название сервиса происходит от словосочетания – God All Games, что в переводе означает «старые добрые игры». Изначально создатели GOG планировали продавать только классические игры для Windows, адаптивные под современные системы. Но позже в магазине появились и более новые проекты, вроде Cyberpunk 2077. Как и в любом другом магазине, в GOG периодически проводят крупные распродажи и бесплатные раздачи игр. А учитывая, что сервис принадлежит компании CD Projekt, покупка в нем игр серии «Ведьмак» и «Киберпанк 2077» направляются деньги разработчикам. Также GOG возвращает деньги за неработающие игры в течение 30 дней с момента покупки. Но перед этим постарается сделать все возможное, чтобы решить проблему. Что мы имеем в итоге? GOG – хороший магазин, в котором можно купить классическую игру и быть практически на 100% уверенным, что она будет работать на современных компьютерах. Это максимально дружественный пользователям сервис от одной из самых дружественных к игрокам компаний в индустрии. Правда, из-за нестабильной ситуации с российской валютой, GOG приостановил обработку платежей в рублях. Но пользователям предлагается сменить валюту на доллар и совершать покупки с кошелька магазина. Цифровой магазин для Xbox и ПК, в котором можно приобретать, скачивать игры и приложения от Microsoft и сторонних издателей. Бытует мнение, что если бы не игры от Microsoft, этот сервис не пользовался бы успехом на ПК. И с ним связан показательный случай. В 2015 году игроки, купившие шутер Call of Duty Infinite Warfare, столкнулись с неприятностью в виде пустых серверов. Оказалось, что версия из Microsoft Store позволяла играть только с владельцами игр из этого же магазина. А так как их было очень мало, сетевые лобби пустовали. Впрочем, такие случаи являются скорее исключением, чем правилом. Большинство игр в Microsoft Store поддерживают кроссплеер между разными сервисами и даже платформами. Так что вы всегда сможете найти напарников для совместных приключений в Forza Horizon 4 и других тайтлах. Что касается распродаж и выгодных предложений в магазине, то это не очень распространенная практика. Более того, здесь нет региональных цен, поэтому за игры придется платить преимущественно от 60 до 100 долларов, в зависимости от издания. Причем возврат денег за покупки не предусмотрен. После перевода цен из рублей в доллары усложнились и пополнение кошелька в Microsoft Store. Зато на время открылся забавный баг, с помощью которого игроки смогли купить игры по очень низким ценам, буквально за копейки. Что мы имеем в итоге? Не самый популярный сервис, часто с высокими ценами. И не самый удобный функционал. Отчасти компенсируется эксклюзивными играми, не представленными в других магазинах. А также наличием подписки Xbox Game Pass, которая позволяет за ежемесячную плату играть во все новинки от Microsoft. А также многие игры из обширного каталога, куда входят и легендарные тайтлы, и инди-проекты. В списке есть такие хиты, как Gear 5, Ori and the Wild to the Vips, Halo the Master, Chief Collection и многие другие. Хорошее предложение для тех, кто играет много и любит много разных жанров. Сервис от USB-сов, как и Origin, запускался в качестве средства для переманивания игроков из Steam в отдельный клиент. Но французы не стали рубить с плеча и не забрали свои игры из сервиса Valve. Но при этом сделали двойную авторизацию. Купив игру в Steam, пользователь все равно вынужден устанавливать Uplay и регистрироваться в сервисе, а игра запускается одновременно в обоих лаунчерах. Конечно, такие костыли пришлись по нраву далеко не всем. И многие игроки в итоге отдали предпочтение только одному сервису, очевидно Uplay. Тем более, что при этом они не только ничего не потеряли, но и приобрели. Зарабатывая достижения в играх Uplay, пользователь получает специальные баллы, которые можно потратить в магазине на различный контент. Например, эксклюзивные аватарки, внутриигровую валюту и даже скидки на покупку новых игр. USB софт закончила мягкое переманивание аудитории в свой сервис в 2019 году, уходом из Steam и переходом в сервис Epic Games, который, впрочем, стал такой же надстройкой для Uplay, как ранее был Steam. Другими словами, пользователям все еще выгоднее покупать игры напрямую в Uplay. В конце 2022 года USB софт решила снова вернуться в Steam. Пока частично, с некоторыми играми, но начало уже положено. Магазин поддерживает разные платежные системы, позволяет быстро оформить покупку, а также дает возможность вернуть игру в течение 14 дней. Если она не была скачана на компьютер. Uplay часто устраивает распродажи и регулярно раздает крупные и не очень игры бесплатно. Одной из таких акций, например, стала раздача Assassin's Creed Unity после пожара в Парижском соборе Нотердам. Что мы имеем в итоге? Магазин с базой набора социальных функций, а также выгодными предложениями для лояльных пользователей, где доступны все игры от USB софт. Большей привлекательности для поклонников компании ему добавляет наличие подписного сервиса Uplay+, который позволяет за 15 баксов в месяц играть во все новинки USB софт. и обширный каталог ранее вышедших тайтлов. Учитывая разнообразие жанров, представленных в играх компании, предложения получаются довольно интересными. Относительно молодой, запущенный в декабре 2018 года, но уже нашумевший магазин от компании Epic Games. Все из-за неоднозначной политики создателей. С самого момента появления Epic Games Store постоянно фигурирует в различных скандалах. Это и покупка эксклюзивности игр с изъятием их из Стима, и информация о сканировании приложением Epic Games Launcher папок Стим, и удаление Detroit Become a Human из библиотек пользователей, успевших купить игру из-за бага, и распродажа, в ходе которой издатели снимали с распродаж свои игры, и много чего еще. Epic Games Store пока не может похвастаться большим количеством функций. Вряд ли магазин станет социальной сетью для геймеров, которой является Стим. Более того, создатели сервиса заявили, что в нем не будет пользовательских отзывов, коллекционных карточек и других особенностей. По состоянию на лето 2020 года, в Epic Games Store даже нет корзины, поэтому каждую покупку необходимо проводить отдельно. Тем не менее, сервис пользуется спросом. Этому способствует несколько факторов. Во-первых, та самая эксклюзивность игр, так как Epic Games забирает себе всего лишь 12% дохода, тогда как другие магазины берут себе 20-30%. И именно из-за этого многие разработчики и издатели, особенно из инди-сегмента, с охотностью переходят в Epic Games Store. Соответственно, игрокам ничего другого не остается, кроме как покупать игры в этом магазине. Во-вторых, у Epic Games Launcher есть огромная пользовательская база игры Fortnite, доступная там же. И аудитория этой популярной королевской битвы также может заинтересоваться другими проектами. Наконец, в-третьих, Эпики периодически раздают бесплатные игры и проводят распродажи с весьма выгодными предложениями, в том числе еще и на не вышедшие тайтлы. Что мы имеем в итоге? Сервис, который в стремлении закрепиться за рынок, активно ведет конкурентную борьбу с его лидерами, используя для этого различные способы. От покупки эксклюзивности игр до снижения комиссий для разработчиков и издателей. Свою основную функцию – продавать игры. Магазин выполняет. Остальное же будут добавляться по мере развития сервиса. Battle.net Игровой сервис, в котором представлены игры от Blizzard и Activision. Здесь можно купить Overwatch, игры серии StarCraft, Diablo, Call of Duty и так далее. А также общаться в чатах и сообществах. К сожалению, в России магазин платежи не принимает. Далее мой топ продолжит партнерские магазины, которые благодаря договоренности с крупными компаниями вроде Valve, Electronic Arts или Bethesda, продают ключи для игр Steam Origin Uplay. В общем, для всех сервисов, представленных в этом топе. И одним из известных зарубежных сервисов является Humble Bundle, где продаются игры по отдельности и в составе так называемых бандлов, по другому комплекту. Магазин часто устраивает распродажи и бесплатные раздачи игр. По большому счету, в Humble Bundle каждый день можно найти предложение со скидкой. Кроме того, этот сервис является сторонним партнером Epic Games Store. Steam Pay – магазин с цифровыми ключами для игр на ПК, в котором доступен большой выбор тайтлов самых разных жанров. Здесь есть как новинки, так и проверенная временами классика, а частые распродажи позволяют сэкономить на играх. Steam Pay дает возможность купить ключи к проектам, которые были сняты с продажи в России, в том числе оформить предзаказ ожидаемых тайтлов. Здесь есть такие хиты, как Bonaparte's Odyssey, Horizon Zero Dawn, Sid Meier's Civilization VI, Remake Resident Evil 4 и многие другие игры. Ну и завершать на что будет магазин цифровых товаров Gamer's Cake, где можно приобрести цифровые ключи, коды и гифты к играм на ПК практически всех платформ, представленных в этом топчике, а также подписки Xbox Game Pass, карты оплаты для пополнения кошелька в PlayStation Store, даже есть возможность автопополнения Стима. Характерно, что в этом магазине доступны ключи и гифты к играм, которые официально в данный момент не продаются в России. Речь идет о таких тайтлах, как God of War, Days Gone и многое-многое другое. Конечно же есть множество и других торговых площадок, но к ним следует относиться с осторожностью, особенно тем, которые продают аккаунты и игровую валюту, что запрещено лицензионным соглашением практически всех вышеперечисленных сервисов, а также предлагает ключи от рандомных игр, что фактически является вариацией на тему казино. Совершать покупки в таких магазинах стоит на свой страх и риск, предварительно ознакомившись с соцами в интернете. Но делать все же этого не стоит. Самый безопасный способ покупать игры – делать это в официальных сервисах. Но не всегда этот способ оказывается самым выгодным и доступным, так как в связи с сложной геополитической обстановкой крупнейшие цифровые сервисы приостановили работу в России. Вместе с тем, сторонние магазины часто предлагают хорошие скидки, интересные банды и даже бесплатные игры. Однако не стоит забывать о том, что такие площадки могут вести не очень честную деятельность, поэтому следует тщательно изучать всю доступную информацию о них перед покупкой. Я же надеюсь, что это видео поможет вам выбрать сервис или цифровой магазин, который станет надежным проводником в мире видеоигр.